МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работа правительства и принятие всех ключевых решений основывались на следующих базовых принципах. Максимальная открытость и прозрачность, поддержка общественных и бизнес-инициатив, повышение роли местного самоуправления в решении экономических и социальных вопросов, разумный баланс между выполнением неотложных и стратегических задач. Деятельность правительства Чувашской республики направлена на формирование благоприятной среды для жизни человека, а именно на создание новых рабочих мест, повышение заработной платы, строительство доступного жилья, улучшение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, услуг здравоохранения, образования и других сферах деятельности, усиление социальной защищенности населения. На этих направлениях уже достигнуты определенные успехи. Вы видите их на слайде. Сбалансированный бюджет позволил в полном объеме выполнить социальные обязательства. Расходы консолидированного бюджета Чувашской республики на социальную сферу составили 31,2 миллиарда рублей, или 70,1% от общего объема расходов. То есть мы не на словах вместе с вами, а на деле проводим социально ориентированную бюджетную политику. Налоговые и неналоговые поступления консолидированного бюджета Чувашской республики составили 27,9 миллиарда рублей, или почти 65% от всех доходов консолидированного бюджета республики и увеличились на 9,2% к уровню 2012 года. На слайде тоже вы видите. По темпу роста налоговых и неналоговых поступлений, в прошлом году республика заняла четвертое место среди регионов Привовско-Федерального округа, поднявшись на две ступеньки по сравнению с 2019 годом. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 15,2 миллиарда рублей, рост поступлений к уровню 2019 года на 4,2%, дотации на уравнение бюджетной обеспеченности получены в 2013 году в сумме 7,3 миллиарда рублей, что на 30,3% больше, чем годом ранее. И это свидетельствует об эффективной работе, проводимой правительством республики по привлечению дополнительных финансовых средств из федерального бюджета. По темпу роста безвозмездных поступлений в прошлом году республика заняла четвертое место среди регионов Привовско-Федерального округа, и эти показатели у нас улучшились. В прошлом году работа Кабинета министров была направлена на увеличение собственных доходов республики, повышение эффективности использования государственного имущества. Ее результатом стало поступление в консолидированный бюджет Чувашской республики доходов от управления и распоряжения имуществом в сумме 2,4 миллиарда рублей, что на 26% больше, чем за 2012 год. Приоритетной была работа по оптимизации долговой нагрузки на бюджет. В результате государственный долг республики по сравнению с началом 2013 года снижен на 6,5% пункта и на 1 января 2014 года составил 48,2% от объема доходов республиканского бюджета Чувашской республики. Напомню, что в 2010 году государственный долг составлял 70% от объема доходов республиканского бюджета. Расходы на обслуживание государственного долга Чувашской республики уменьшились почти на 13% от первоначального плана. Экономия составила 60 миллионов рублей, что говорит об эффективном управлении общественными финансами. По отношению государственного долга к объему налоговых и неналоговых доходов среди регионов Приволжского федерального округа мы занимаем 4 место. В 2019 году было 7 место. Средний размер заработной платы в экономике в прошлом году составил 19 424 рубля, что на 13% больше прошлогоднего уровня, то есть в 2019 году. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом медикса потребительских цен, в прошлом году составила 105,8% к 2019 году. Выражаю благодарность руководителям организации всех отраслей экономики работодателя, которые, несмотря на трудности, обеспечивают рост заработной платы своим работникам и ее своевременную выплату. Продолжалось последовательно повышение средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. На эти цели направлено более 1,8 миллиарда рублей из консолидированного бюджета Чувашской республики. В результате указанных мер средняя заработная плата педагогов школ в республике составила 20 141 рубль, рост на 28,5%, на слайде тоже сейчас увидите, врачей 28 430 рублей, рост почти на 21%, работников спорта 17 240 рублей, рост почти на 50%. Рост зарплаты работников культуры составил в прошлом году почти 25%, зарплата социальных работников увеличилась в 1,6 раза, педагогов детских дошкольных учреждений в 1,7 раза. Правительство России отметило Чувашской республике в числе 7 лучших регионов Российской Федерации по эффективности достижения индикативных показателей повышения заработной платы работников бюджетной сферы в рамках выполнения указов президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 7 мая 2012 года. В прошлом году ситуация на рынке труда республики сохранялась стабильной, во многом благодаря эффективной государственной поддержке занятости населения. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,7%. По данному показателю, республика находится на третьем месте среди субъектов Приволжско-федерального округа. Уровень общей безработицы, рассчитанной по методологии Международной организации труда, составил 5,7%. Этот показатель в 2019 году был хуже. В прошлом году в промышленном комплексе с разной степенью проявлялись как позитивные, так и сдерживающие тенденции. Индекс промышленного производства составил 98,6%, по России 100,4%. Это ниже, чем российский показатель. Но в то же время наши первоначальные прогнозы в начале 2013 года примерно оправдались. При этом, хочу это подчеркнуть, 27 промышленных предприятий превысили миллиардный рубеж объема отгруженной продукции. В 2019 году таких организаций было 25. И мы предполагаем, что клуб миллиардников будет в этом году увеличен. Наиболее существенный прирост объемов обеспечили Элара, Ванеир, Екра, Бреслер, Шумерлинский завод спецавтомобилей, комбинат автофургонов, филиал фирмы «Август», Вурнарский завод смесевых препаратов, «Аконт», «Букет Чувашии» и другие организации. В Чувашии активно ведется работа со стратегическими партнерами. Это такими мощными акционерными обществами российские железные дороги, российские сети, государственная корпорация «Росатом», «Русгидро», акционерное общество, предприятиями «Автопрома» и другими. Объем поставок продукции для стратегических партнеров составил почти 34,5 млрд. рублей. В 2014 году прогнозируется в размере 45,4 млрд. рублей или с ростом на 31,5%. Одним из механизмов создания новых производств является формирование при участии государства промышленных площадок с необходимой инфраструктурой. Ведется активная работа по созданию в городе Чебоксаре индустриального парка под размещение не менее 10 высокотехнологичных производств. В прошлом году начало строительства объектов инженерной инфраструктуры с участием федерального бюджета. Определены резиденты, которые к 2017 году готовы создать более 500 новых рабочих мест, вложить инвестиции на сумму более 1 млрд. вне бюджетных ресурсов, перечислить бюджеты всех уровней, налоговые отчисления на сумму более чем 200 млн. рублей. Предполагается строительство Чебоксара второй очереди индустриального парка. Индустриальный парк создается в городе Канаше. Планируется создание аналогичных промышленных площадок в крупных муниципальных образованиях. В 21 веке основой экономического роста является широкое внедрение инноваций. В связи с этим важной задачей является развитие производственных комплексов на базе внедрения самых передовых научно-технических достижений. В целях ускоренного внедрения производства инновационных технологий, создания новых инновационных производств за счет средств республиканского бюджета Чувашской республики в прошлом году оказана поддержка в реализации ряда инновационных проектов. Я хочу их перечислить. Это строительство завода по выпуску высококачественного и энергоэффективного облицовочного керамического кирпича и изделий по резованной и тепловой керамике Траковская керамика. Создание нового производства по переработке молока это предприятие Ядрин молоко. Производство спецпокрытий для судостроительной промышленности Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева. Завод, вы знаете, был в тяжелейших условиях. Я был на заводе, встречался с коллективом. Сегодня дух поднимается и уровень заработной платы тоже поднимается. Создание высокотехнологичных участков обработки сендвич-панелей и металлообработки с использованием инновационных технологий это на предприятии комбинат автомобильных фургонов. Организация серийного производства инновационных комплектных устройств до 1 тысячи вольт и выше в закрытом акционерном обществе Чебоксарский электроаппаратный завод. Проведенная в 2013 году работа дала положительные результаты, что подтверждено высокими наградами, которых удостоились инновационные разработки Чувашской республики на международных и всероссийских выставках. В прошлом году в связи с гибелью посевов в результате аномально жаркой погоды и продолжительных дождей в период уборки урожая индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 89,3%. Общий объем государственной поддержки агропромышленного комплекса в республике вырос на 16% к уровню 2019 года и составил 2,450,000,000 рублей. Из них 2,3,000,000 рублей выделено на сельскохозяйственное производство, остальная сумма 150,000,000 рублей на социальное развитие села. Объем кредита, привлеченных сельхозтоваропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса, составил 7,2 миллиарда рублей. Это чуть выше, чем в 2019 году. Провинция Чувашии продолжает поддерживать приоритетные направления сельского хозяйства. В прошлом году было построено и реконструировано 23 объекта животноводства. Проведенная модернизация крупных птицефабрик и молочно-товарных комплексов в ближайшие годы позволит увеличить производство животноводской и птицеводской продукции. Задача наша создавать условия, чтобы наши инициативные люди вкладывали свои инвестиции в сельскохозяйственное производство, идя на риски, ибо сельхозпроизводство каждый год подвержено определенным риском. Но в то же время мы с аграрниками встречались, в районах тоже вопросы обсуждали, знаем, какие у них проблемы, нам надо привлекать больше предприимчивых инициативных людей для того, чтобы они внедряли высокотехнологичное производство. Несколько слов о развитии малых форм хозяйства в агропромышленном комплексе. Малыми формами хозяйства с начала реализации приоритетного национального проекта развития АПК привлечено 20,9 миллиарда рублей льготных кредитов, в том числе в прошлом году 4,6 миллиарда рублей или 104,7% к 2019 году. Льготными условиями кредитования для развития личного подворья воспользовались 102 800 сельских семей. Но в 2013 году возникла проблема недостатка средств федерального бюджета на возмещение частей процентной ставки по кредитам и займам, привлеченным малыми формами хозяйствования. Задолженность составляет на сегодня по представленным первичным документам 204 миллиона рублей. Минсельхозам России лимит для республики обозначен в размере 541 миллион рублей. Выплата начнет производиться в апреле текущего года и долги прошлого 2013 года будут погашены в полном объеме перед этими заемщиками. В перспективе работа она идет и в перспективе нам нужно и необходимо преобразовывать крепкие личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства, что позволит им воспользоваться новыми видами государственной поддержки. Приобрести энергосберегающую сельхозтехнику и повысить производительность труда. В Привозском федеральном округе Чувашия является одним из регионов лидеров по активности в участии в программах поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. За два года реализации данных программ государственной поддержкой воспользовались 97 начинающих фермеров и 10 семейных животноводческих ферм. В том числе в прошлом году 46 начинающих фермеров и 7 семейных животноводческих ферм. Большинство фермеров уже реализовывали свои инвестиционные проекты, что позволило значительно повысить эффективность производства. В то же время не решается поставленная задача поведения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. В своем послании я об этом говорил. В большинстве районов нет реальных проектов по вовлечению заброшенных земель всего в оборот. Еще раз подчеркиваю, что эффективность решения этой задачи существенно влияет на экономические показатели сельских районов и оценку деятельности руководителей органов местного самоуправления. На формирование благоприятной среды для жизни человека наряду с насыщением рынка продовольствия, качеством услуг, предоставляемых здравоохранение, образование и других сфер деятельности оказывает влияние и инфляционные процессы. По итогам прошлого года рост потребительских цен составил 6,3%. Это на 0,5% ниже, чем в среднем по России, но на 0,5% выше показателей инфляции в Чувашской республике, чем было в 2019 году. Это говорит о том, что использованы не все резервы для создания добросовестной конкуренции. Поэтому в текущем году необходимо усилить меры, направленные на развитие конкуренции, насыщение продовольственного рынка качественными продуктами питания. Также следует принимать более взвешенные решения по ценовой политике в сфере услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями. Ключевым фактором для стяжения инфляции является политика сдерживания роста тарифов и естественных монополий. Прогнозируемое максимальное изменение совокупной платы за коммунальные услуги с 1 июля текущего года по отношению к декабрю 2013 года составит в среднем по республике 104,9%, что ниже прогнозируемой инфляции. По принятым решениям среднегодовое изменение совокупной платы граждан за коммунальные услуги в среднем по республике по сравнению с декабрем 2013 года составит 2%, против максимально допустимого в среднем по нашей республике 2,45%. На слайде это вы видите. Несмотря на то, что вопросы оказания качественных жилищно-коммунальных услуг и их стоимости остаются проблемными для многих жителей многоквартирных домов, уровень удовлетворенности жителей республики с жилищно-коммунальными услугами в прошлом году возрос. Согласно опросам по этому показателю, Чувашия улучшила свои позиции среди регионов Российской Федерации. С удовлетворением отмечу, что город Чебоксары занял второе место в списке самых благоустроенных городов России. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и совместная работа правительства и депутатов Государственного Совета Чувашии и органов местного самоуправления по наведению порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства приносит свои плоды. Уже на протяжении нескольких лет республике присваивается кредитный рейтинг стабильный сразу двумя ведущими международными рейтинговыми агентствами МУДИС и ФИЧ. Здесь на слайде вы видите, среди регионов Российской Федерации на каком месте мы находимся и как меняется этот рейтинг. В сентябре прошлого года и в январе текущего года оба агентства в очередной раз подтвердили свою оценку как надежного партнера даже в условиях негативных процессов, происходящих в мировой экономике. Это нам дает на сегодняшний день вот эти рейтинги, прежде всего выпускать свои облигации на долгосрочный период, на три года мы заявку дали, Минфине успешно уже проходим и в этом году эти долгосрочные инвестиции будем привлекать для того, чтобы реализовать все те программы, мероприятия, которые у нас утверждены на уровне Кабинета министров. Одной из основных задач правительства Республики было и остается создание благоприятной среды для притока инвестиций. Благодаря внедрению механизмов государственно-частного партнерства меняется структура инвестиций, снижается доля бюджетных инвестиций на фоне увеличения доли внебюджетных, в том числе в объекты общественной инфраструктуры. Это коммунальное строительство, транспортный комплекс и другие направления. На слайде они здесь представлены. Так, доля внебюджетных инвестиций по Чувашской Республике в общем объеме инвестиций в основной капитал по источникам финансирования увеличилась с 65 до 70,5%. За последние годы предприятиями реального сектора экономики реализованы крупные инвестиционные проекты, основные объемы инвестиций на реализацию которых были направлены в 2010-2012 годах, когда наблюдался высокий темп роста инвестиций. Однако, связи с тем, что в 2019 году закончилось основное финансирование таких высокозатратных проектов, как Солнечная долина, мост через реку Сура, в прошлом году сработал так называемый эффект высокой базы и общий объем инвестиций в основной капитал снизился до 83% к уровню 2019 года. Для формирования благоприятного инвестиционного пространства, повышения публичности и прозрачности оборота земель в 2013 году создан единый открытый информационный ресурс о свободных земельных участках. По состоянию на 1 марта текущего года в нем размещены сведения о 134 свободных земельных участках. У инвесторов появилась реальная возможность получить достоверную информацию о местонахождении и площади свободных земельных участков, наличии инфраструктуры и на основе этих данных принять соответствующее решение о реализации инвестиционных проектов. Данный перечень необходимо расширить. Перед органами местного самоуправления поставлена задача в ближайшие два года осуществить полную инвентаризацию свободных земельных участков и их формирование для дальнейшего предоставления инвесторам через аукционы. По моногородам. Следующее приоритетное направление работы правительства Чувашской Республики это реализация комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов. Благодаря финансовой поддержке из федерального бюджета социальной ситуации в моногородах в Новочебоксарске и АЛЛАТРе значительно улучшилось. Так с 2009 года уровень зарегистрированной безработицы снизился в АЛЛАТРе в 4,5 раза, в Новочебоксарске в 7 раз. Мы помним какая ситуация была и какая она сегодняшняя идея. В АЛЛАТРе создано дополнительно 1 340 постоянных и 1 880 временных рабочих мест в АЛЛАТРе, 4 388 постоянных и 2 119 временных рабочих мест в Новочебоксарске. Повысилась доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров в АЛЛАТРе с 12,5 до 17%, в Новочебоксарске с 25 до 30%. В настоящее время на федеральном уровне одобрен перечень моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В группу кризисных моногородов, претендующих на оказание государственной поддержки, включен также моногород Канаш. Когда мы были Канашей и встречались с такси, мы там все вопросы обсудили. В республике реализуются практически все формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, оказываемые в Российской Федерации. В прошлом году государственную поддержку получили более 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них финансовую поддержку более полутора тысяч, что на 27% больше уровня 2019 года. Принятые меры принесли значимые результаты. Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, бюджет всех уровней увеличился на 10%. Оборот продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, на 19%. Задача правительства и муниципалитетов создавать условия представителям субъектов малого и среднего бизнеса для открытия предпринимательского дела, особенно в сельской местности. Создавать благоприятную среду для самореализации инициативных людей. Важным направлением по-прежнему остается развитие дорожного хозяйства. И на всех встречах этот уровень поднимается. На осуществление дорожной деятельности из бюджетов различных уровней в прошлом году были выделены средства в размере 2,7 миллиарда рублей. В том числе средства дорожного фонда республики 2,5 миллиарда рублей. Или 130% к 2019 году. В динамике рост хороший. Но в то же время этих средств на сегодняшний день, чтобы разрешить все вопросы, которые поднимают жители тех или иных микрорайонов, конечно, недостаточно. В текущем году будут продолжены строительства автомобильных дорог общего пользования, регионального, межмуниципального и местного значения. Ремонт в границах населенных пунктов и внутри дворовых территорий. В то же время стало очевидно, что рост количества автомобилей, находящихся в собственности граждан, опережает финансовые возможности республики построить необходимое количество новых дорог и их содержания. Поэтому принято решение о создании дорожных фондов муниципальных образований в этом году. На текущий год они сформированы в объеме 226 миллионов рублей. Это первоначальные цифры. Все будет зависеть от рынка горючих смазочных материалов. Но кроме этого, хочу это тоже отметить, нам нужно привлекать дорожное строительство, частные инвестиции, в том числе на условиях конституционных соглашений на среднесрочный период. В прошлом году за счет всех источников финансирования введено в эксплуатации более чем 80-31 тысячи квадратных метров общей площади жилья. Рост составил 1,5% уровня 2019 года. На стимулирование конкуренции в сфере строительства и дальнейшее развитие рынка жилья по итогам прошлого года направлено 6,4 миллиарда рублей бюджетных средств. Можно подчеркнуть, это каждый пятый рубль, который находится в обороте строительного бизнеса. По вводу в действие жилых домов мы как занимали лидирующее место, так и занимаем. На слайде вы видите, это 0,67%. Всего по республике в 2013 году в новое жилье переехали более 10 тысяч семей. Из них более 3,5 тысячи семей, а это 35%, улучшили жилищные условия в рамках государственных действующих программ. На реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории республики, по нашей программе в 2013-2017 годы в рамках первого этапа предусмотрены финансовые средства в размере 1,4 миллиарда рублей. В этом году у нас задачи предусмотрены в наших действующих программах. Я цифры хочу назвать. Мы должны переселить 3883 человека или 1457 семей из 264 аварийных домов общей площадью 49 тысяч квадратных метров. Немало сделано для обеспечения жильем различных категорий граждан, нуждающихся в поддержке. В прошлом году 838 молодых семей получили свидетельство права на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий, в том числе 136 молодых семей и молодых специалистов в рамках программы социального развития села. Еще 948 молодых семей в прошлом году улучшили свои жилищные условия с помощью кредитных средств и получили государственную поддержку на возмещение затрат по кредиту. Это на 8,3% больше, чем было в 2019 году. Рост тоже неплохой. Оказывается, государственная поддержка в обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Начиная с 2010 года и с федерального бюджета мы получили 5,2 миллиарда рублей, что позволило обеспечить жильем 5446 ветеранов. В прошлом году 783 ветеранов. В текущем году данная работа продолжается. В последние годы в несколько раз увеличены объемы средств, выделяемых на обеспечение жильем детей и сироп. В прошлом году заключены муниципальные контракты на строительство 352 жилых помещений. Предоставлено по факту 116 квартир. Для остальных детей и сирот жилье будет достроено в текущем году по тем же действующим контрактам. Было выделено 321 миллионов рублей на обеспечение жильем детей и сирот. Расходы бюджетов всех уровней на указанные цели превысили расходы 2019 года на 59%. В прошлом году на улучшение жилищных условий 37 многодетных семей с 5 и более несовершенными летними детьми было выделено почти 86 миллионов рублей. 14 многодетных семей получили новые жилые помещения. Для остальных семей в этом году будет достроено жилье. Демографическая ситуация в республике на сегодняшний день улучшается. С 1 января прошлого года введена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка или последующих детей до достижения им возраста 3 лет. Данная выплата оформлена, я хочу перед вами доложить, на 1791 семью, имеющую среднедушевый доход ниже среднедушевого дохода населения по нашей республике. Усиление социальной поддержки многодетных семей способствует и предоставлению им земельных участков. По состоянию на 1 марта текущего года бесплатные земельные участки получили 2190 многодетных семей. Здесь вопросы есть по инфраструктуре, мы встречаемся, понимаем и поэтапно будем решать. К сведению могу сказать, на федеральном уровне тоже данный вопрос рассматривается. Есть соответствующие поручения в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и алгоритм действий в перспективе будет выработан. Результатом проведения социально-ориентированной политики стали позитивные демографические тенденции. В республике естественный прирост населения составил в прошлом году 0,8 промилле. Рост рождаемости был связан в первую очередь с появлением в семьях третьих и последующих детей. Количество семей многодетных, где 3 и более детей, увеличилось на 10%. С чем я вас всех поздравляю. И всех мам, и всех пап. Положительные демографические тенденции свидетельствуют об экономической и политической стабильности в республике и об эффективной социальной поддержке материнства и детства. В совокупности они вселяют в родителей чувство уверенности в завтрашнем дне безопасности своих детей. Такие выводы подтверждаются и данными опросов, согласно которым в прошлом году повысилась удовлетворенность населения республики деятельностью властей по обеспечению безопасности. Кабинет министров республики проводит целенаправленную политику по повышению уровня жизни населения в сельской местности. Вы это знаете, я еще раз это подчеркиваю. В целях улучшения качества медицинской помощи селянам в прошлом году началась реализация программы строительства 100 современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В прошлом году введено в эксплуатацию 20 таких ФАПов. Отзывы из районов идут самые положительные и они подтверждают правильность принятого решения нами. Кроме того, для обеспечения села квалифицированными медицинскими кадрами за последние два года по программе «Земский доктор» с выплатой подъемных в размере 1 миллиона рублей трудоустроено 186 молодых специалистов, в том числе 54 в прошлом году. Принятые меры позволили восполнить дефицит кадров, но проблема до конца не разрешена. Эта работа продолжается и в этом году, и в среднесрочной перспективе. Республика вошла в число регионов Российской Федерации со стабильно низкими показателями младенческой смертности. По итогам прошлого года показатель младенческой смертности по республике снизился на 9,4% по сравнению с 2012 годом и составил 4,8 промилле. По России это показатель 8,2, в Привожском федеральном округе 7,5. Увеличивается продолжительность жизни. Этому способствует проводимая в республике активная политика, направленная на развитие физкультуры и спорта. В прошлом году Чувашия была награждена национальной премией в области физкультуры и спорта. По уровню удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой и спортом республика входит в число 15 лучших регионов России. Сегодня в республике каждый третий житель систематически занимается физкультурой и спортом. Это здорово. Уверен, что поставленная задача президентом Российской Федерации Путина по увеличению ожидаемой продолжительности жизни в России до 74 лет к 2018 году для нас реально выполнима. В целях социальной поддержки населения в республиканском бюджете предусмотрены средства на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В прошлом году мерами социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг воспользовались 26% жителей Чувашии или 323 519 человек. На слайде это представлено. Каждая четвертая семья получает в той или иной форме государственную поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Среднемесячный размер начисленных субследий на одну семью в целом по республике составил 952 рубля 30 копеек, что больше по сравнению с предыдущим годом на 6,2%. Подчеркиваю, правительство республики неукосительно выполняет все свои обязательства по социальной поддержке граждан. Только на выплату полагающихся льгот ветеранам труда в прошлом году выделено из бюджета более 1 миллиарда 800 миллионов рублей. В связи с многочисленными обращениями пожилых людей рассматривается возможность принятия поэтапного решения о снижении трудового стажа для получения звания ветеран труда Чувашской республики. В последующем, после окончательных расчетов, перед вами мы представим соответствующую информацию. В прошлом году было открыто более 6,5 тысяч мест для дошкольников, что позволило обеспечить дошкольным образованием практически всех детей в возрасте старше трех лет. Решение проблемы очередей детских садов, которые, напомню, не решалось десятилетиями, позволяет обеспечить детям надлежащий уход, питание, социализацию в кругу сверстников, а их матерям возвращение к экономически активной жизни и возможность быстрее восстановить свою трудовую квалификацию. Для обеспечения прозрачности комплектования дошкольных образовательных организаций с текущего года прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации во всех муниципалитетах осуществляется в электронном виде. Новый закон об образовании в Российской Федерации не содержит нормы, ограничивающие размер родительской платы за присмотр и уход за детьми. Право устанавливать ее размер предоставлено учредителю дошкольной образовательной организации, то есть муниципалитету. Но это не значит, что в родительскую плату можно включать расходы, которые должны покрываться за счет средств местного бюджета. Родители должны платить только за присмотр и уход за детьми. Это комплекс мер по организации питания, хозяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены. Родители сегодня поднимают этот вопрос на Учебоксарске и в отдельных других территориях. Поэтому обращая внимание глав муниципальных образований, здесь надо четко, правильно делать расчеты и эту информацию доводить до родителей и до общественности. В целях выявления одаренных детей в области искусств в раннем детском возрасте и подготовки их к поступлению в образовательные организации создается Государственное образовательное учреждение «Национальная школа-интернат для одаренных детей» имени Германа Лебедева. Учреждение рассчитано на 150 учащихся. Оно будет создаваться на базе Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова и продолжить традиции, заложенные основателями школы-интерната номер 3. Большое значение сегодня имеют качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг, создание комфортной сферы контактов гражданина и государства, процессе оформления и получения различного рода документов. К концу прошлого года возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» была обеспечена для 55% жителей Чувашии. На сегодняшний день на территории республики жители республики могут обратиться для получения услуг 26 многофункциональных центров, расположенных в административных центрах муниципальных районов и городских округов. Кроме того, функции офисов многофункциональных центров выполняют 232 модельные библиотеки. Данный вид услуг сводит к минимуму хождений граждан по инстанциям, за различными справками, их непосредственный контакт с чиновниками значительно сокращает возможности для коррупционных действий. К 2015 году не менее 90% граждан должны иметь возможность обратиться за услугой по принципу «одного окна». Хотел бы коротко остановиться на итогах моих рабочих поездок в январе-феврале текущего года в муниципальные образования республики, где подводились итоги социально-экономического развития. В целом муниципалитеты развиваются успешно, но есть проблемные моменты, характерные для всех муниципальных образований. Так, значительная часть земельных участков муниципальной собственности и земельных участков государственной собственности, на которой не разграничено, не используется, либо их использование не оформлено надлежащим образом. Администрации муниципальных районов и городских округов необходимо обеспечить проведение мероприятий по вовлечению этих земельных участков в хозяйственный оборот. Практически во всех муниципальных образованиях наблюдается задолженность по арендной плате за муниципальные и неразграниченные земли. Это доходная часть практически бюджета муниципального образования. Администрациям необходимо принять меры по взысканию этой задолженности, в том числе и в судебном порядке, что позволит существенно пополнить местные бюджеты. По отдельным муниципальным образованиям суммы миллионных рублей исчисляются. Недостаточно активно осуществляется работа по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты капитального строительства, включенные в реестр муниципального имущества. Муниципалитеты должны провести выверку сведений о муниципальном имуществе, содержащихся в реестре муниципального имущества, который ведет администрации муниципального образования с данными единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в целях последующего использования соответствующей информации для налогоблажения объектов недвижимости. Получается такая картина. Там есть погрешности. Одни налогоплательщики уплачивают, отдельные налогоплательщики систематически не уплачивают. Вот здесь мы справедливость должны восстановить. Кроме того, необходимо решить проблему дефицита врачебных кадров, которые наблюдаются во всех муниципальных образованиях, принять все необходимые меры по формированию населения, приоритета здорового образа жизни, активной жизненной позиции, по борьбе с правонарушениями, сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Завершая выступление, хочу подчеркнуть, что данные социологических опросов в целом говорят о позитивной оценке населением работы органов власти республики. В моей встрече с активом районов и трудовыми коллективами это подтверждают. Вырос уровень доверия к власти, увеличился индекс удовлетворенности государственными и муниципальными услугами. У жителей республики стало больше оптимизма, больше уверенности в том, что их жизнь улучшится. Уважаемые депутаты, коллеги, друзья, на днях мы стали свидетелями исторического события вступления республики Крым в состав Российской Федерации и образования новых двух субъектов в Российской Федерации. Во всей нашей необъятной стране царила удивительная атмосфера единения и радости, и гордости. Трудную минуту для братского народа Крыма многонациональный народ Чувашии не остался в стороне. И на многотысячных митингах выразил солидарность с устремлениями крымчан жить одной семьей с народами России. Это еще раз подтвердило, что в жителях нашей республики живет и всегда будет жить чувство братства и взаимопомощи. Низкий вам поклон за это. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ